Библейский портал экзегет.ру представляет в сопоставимом переводе, хотя и не в своем. Итак, вторая глава Даниила, мы читаем ее для библейского портала экзегет. В первой главе рассказано, что еще до разрушения Иерусалима, когда попадает иудея в сферу влияния, в общем-то, под оккупацию, как, скажем, Вавилонского царства, то уводят юношей в Вавилон для того, чтобы их обучить, для того, чтобы поставить потом, очевидно, управленцами. И оказывается, не только в Уде, оказывается, вот четыре юноши, Даниил и трое его друзей, Анания и Месаила Азария, настолько способны и настолько больших результатов достигли, что их царь оставляет при себе. Что тоже логично. Вот одно дело взять откуда-то там из Уде, из дальней провинции юноши, и воспитать их при дворе своем, сделать их своими чиновниками, отправить туда. А еще лучше сделать их новой элитой, потому что старая элита-то развратилась, взятки берет, обросла связями. А вот тут четыре юноши, которые только царю всем обязаны, у которых никаких нету тут ни родственников, ни свойственников, которые будут служить верой и правдой. Обычная, кстати, технология таких авторитарных и тоталитарных правителей периодически выращивать элиту, ставя на новые места те, кто всем обязан царю и не имеет ничего самостоятельно. Но это не об этом книга, хотя очень логично было бы рассказать истории Вавилонского двора. Ой, сколько там всего, наверное, было. Сплетни, разврат, борьба за место при царе, политика, интриги, убийства, их расследования, наверняка все это было. Другое интересует автора книги Даниила. Шел второй год царства Невуходоносора. Ну, это у нас уже с вами, соответственно, где-то близко к концу VII века. И вроде бы совсем немного времени прошло. Даже немножко странно, что Даниил был Жанновуходоносором на три года взят в обучение. Получается, что он еще даже его не закончил. И теории вели сновидения, которые так сильно его встревожили, что уснуть он больше не смог. Повелел он созвать магов, заклинать речи родеев и халдеев, чтобы те истолковали ему эти сновидения. Халдеи, каздим, в общем, это этническое понятие. То есть это определенная народность, обычное обозначение вавилонин в целом. Ну, как москвичи, москали, это название для русских часто. Вот халдеи такое же центральное племя для всей Вавилонии. Но одновременно они мастера в этом деле. Вот как кулинаров позвали бы французов, а инженеров немцев, так, конечно, магов зовут халдеев, потому что они здорово умеют это делать. Вообще вавилонская культура, она очень древняя, глубокая. Мы до сих пор 60 минут в часе и 60 секунд в минуте отмечаем. Нелогично же у нас везде 100. Это было ровно потому, что в древнем Вавилоне 60-ти ричная система исчислений. Вот в Вавилоне они придумали это деление. И они изобрели астрологию и, в общем-то, начало астрономии, очень много чего. И в том числе там были очень развиты всякие магические искусства. Этим Вавилон был известен. Когда они велись во дворец и предстали пред царем, вот эти вавилонские маги, он сказал им, приснился мне сон, лишивший меня покоя, я говорю желанием его понять. Отвечали халдеи царю по-арамейски. И дальше идет арамейский текст. Интересно, что вот начав книгу Даниила на древнееврейском, на священном языке, дальше автор переходит почти до конца книги на арамейский, на язык вавилонского двора, на такую лингву франка древнего Ближнего Востока. «Здравствуй тебе, царь, во веки поведай сон рабам своим, и мы дадим тебе его истолкование». Тогда царь сказал халдеям, вот вам мое решение. Если вы не расскажете мне мой сон и не истолкуете его, то вас четвертуют, а дома ваши превратят в развалины. Ничего себе, царь, самодур такой, да? Ну, раз они взялись, значит, должны все уметь, а если самозванцы, надо их наказать? А если вы расскажете сон и истолкуете его, то получите от меня подарки и награды, будете осыпаны почестями. Так скажите же мне, какой я видел сон и что это значит? На это халдеи вновь ответили. Если бы царь соблаговолил рассказать рабам своим сон, мы бы его истолковали. Ну, понятно, если сон мне расскажут, я любое на плиту. Я придумаю истолкование. Ну, невозможно же не придумать истолкование сну. А вот зачем царь так привередничает? Зачем он говорит им, расскажите сначала, что я видел во сне, ведь это видел только он? Ровно потому, чтобы проверить, есть ли у них сверхъестественные способности или нет. Вот угадать сон другого человека, это значит действительно иметь какой-то особый дар. И тогда твое истолкование верно. А так, да господи, любое возьми значение и скажи, вот твой сон именно это и значит. Кто оспорит, кто проверит. Так что царь не такой уж самодур. Он на самом деле проверяет, действительно ли они обладают сверхъестественными способностями. «Теперь я знаю точно», — воскликнул царь, — «увидев, что мое решение неизменно, вы хотите выиграть время. Если не услышу от вас, какой мне сон приснился, приговор вам один. Вы соговорились лгать и изворачиваться в надежде, что дело может принять другой оборот. Расскажите мне сон, и мне станет ясно, сможете ли вы дать его толкование». Ну вот, собственно, подтверждает свою позицию. Халдеи стали возражать ему. Нет на земле человека, который смог бы рассказать царю, и ни один царь или правитель, каким бы великим он ни был, никогда не требовал этого от магов, ни от прорицателей, ни от звездочетов. Ведь то, чего требует царь, слишком сложно, об этом ему не сможет сказать никто. Разве только боги, но ведь они не обитают среди смертных. Вот очень важный принцип этой языческой премудрости, языческой магии — это вещь человеческая. И там, где человеческие способности иссякают, она бессильна. Ответ Халдеев вывел царя из себя. Он пришел в такую ярость, что приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышел указ о казне мудрецов, угроза гибели нависла над Данилом, и его товарищами за ними тоже послали. Ну, то есть коллективная ответственность. Он берет на себя казнь всех мудрецов, неважно, кто там халдеи, не халдеи, гадатель, интерпретатор снов или вообще просто случайно мимо проходил. Все, всех под одну гребенку. Такие мощные репрессии. Тоже, конечно, самодурством, а с другой стороны — нет. На чем держится подобное царство? На том, что все боятся. Ну вот, периодически надо устраивать маленькую такую кровавую баню своим подданным. Тогда Даниил, взвешивая каждое слово, обратился к Ореоху, начальнику царской стражи, которому велели казнить вавилонских мудрецов. «Что побудило царя столь срочно издать такой указ?» Спросил Даниил царского сановника. Тогда Ореох разъяснил ему, в чем дело. Даниил пошел к царю и попросил дать ему время, чтобы истолковать царский сон. Затем Даниил вернулся домой и рассказал обо всем своим товарищам, о знаниях, Саилу и Азаре, вот тем трем, с которыми он вместе учился. Кажется, они еще учатся. «И просил их молиться Богу Небесному, дабы Господь явил милость свою и открыл тайну сновидений, чтобы им не погибнуть вместе с прочими мудрецами вавилонскими». Ну, все понятно, да? То есть в результате надо понять, что происходит, и это может только от Бога прийти. «В ночном видении тайна была открыта Даниила, он восславил Бога Небесного такими словами». Интересно, что молитва не приводится, а благодарность приводится. Благодарность важнее, чем просьба. «Да будет благословенно имя Божие от века и до века, у Бога мудрость и сила. Одни времена он сменяет другими, одних царей свергает, других ставит, наделяет мудрых мудростью и разумных знанием. Открывает он глубины сокровенные, ему ведомо то, что во мраке, и свет с ним пребывает. Благодарю и славлю тебя, Божий отцов моих, ибо мудрость и силу ты дал мне, и ныне показал мне то, о чем просили, поведал нам то, о чем хочет знать царь». Вот главный, собственно, сюжет книги Даниила о том, как в этой довольно неуютной Вавилонской империи Даниил понимает свою полную зависимость не от царя, который может все и ни перед кем не отвечать за свои решения, а от Бога, который тоже может все и может больше, чем царь. Но при этом он не борется с этим царем. Вот как выжить в этой огромной и очень мощной империи? Найти в ней свое место, найти в ней свое место с Богом, а не пытаться ее переделать под себя. Поэтому Даниил пошел к Реоху, которому царь повелел истребить мудрецов Вавилона, и сказал ему, не убивай мудрецов Вавилонских, веди меня к царю, я истолкую его сон. Реох немедленно привел Даниила к царю и сообщил ему, «Среди пленников, привезенных тобой из Иудеи, нашел я человека, который даст тебе, царь, истолкование». Царь спросил Даниила, которого называли еще Балташацаром, а это Вавилонское имя Даниила, это Даниэль, мой судья Бог, и книга о том, что Бог его судья, о том, что Бог его вершитель судеб, руководитель, вдохновитель. А Балташацар имя в честь Вавилонского божества Белла. Так вот, спросил Даниила, которого называли еще Балташацаром, «Можешь ли ты рассказать мне, какую я видел сон, и истолковать его?» Даниил дал царю такой ответ, «Тайну, о которой царь спрашивает. Не могут раскрыть ни предсказатели, ни мудрецы, ни заклинатели, ни маги. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Он-то и показал царю Вавилонскому то, что случится в конце времен. Твой сон и видение, явленное тебе на ложе твоем, были такие. Ты, о царе, размышлял на ложе своем о будущем, и открывающий тайны показал тебе то, чему предстоит свершиться. А мне эта тайна была открыта не потому, что я мудростью превосхожу всех живущих, но чтобы объяснить царю значение, чтобы разобрался ты в сокровенных своих помышлениях. То есть дело не в том, что я самый крутой. Состязание магов — давний сюжет. Кстати, в книге «Исход» рассказано, как во времена исхода израильсян Моисей состязается с египетскими магами. Они тоже многое могут повторить изделанного Моисеем. Но Моисей их все-таки превосходит. Он может сделать то, чего они не могут. А вот здесь Даниил не говорит, нет, я круче всех, я все могу. Но он тот человек, который возвещает это царю. Оказывается, и царь вот этот вавилонский, языческий, очень жестокий, он в замысле Бога играет какую-то роль. Бог о нем не забывает. Мы любим говорить о том, что вот эти хорошие, те плохие, мы за этих, мы против тех. А вот у Бога все его. Видел ты, царь, во сне большое извояние. Огромное оно было и съело необыкновенно, возвышалось оно пред тобой, и страшно было взглянуть на него. Голова у этого идола была из чистого золота, грудь и руки серебряные, живот и бедра медные. Ну, то есть, по мере снижения уровня, все снижается ценность материала. Горы него были железные остопы, частью из железа, частью из глины. Ну, глина — это уж совсем никакой материал. На твоих глазах камень, без содействия рук от горы откололся, ударил возвояние в ноги его из железа и глины и раздробил их. И тогда распались разом железо, глина, медь, серебро и золото. Ну, понятно, на глиняных ногах, откуда выражение колосс на глиняных ногах, вот отсюда. Понятно, что бы там ни было сверху, но глина — хрупкий материал, по ней тяжелым чем-то ударишь, все рассыпется в прах. И раздробил их. Тогда распались рядом железо, глина, медь, серебро, золото и стали, как мекина на таку летом. Ну, то есть, то, что остается от молочного зерна, вот эта шелуха. Подхватил их ветер, развеял, так что и следа от них не осталось, а камень, что разбил из вояния, стал великой горой и занял всю землю. Таков сон, а теперь объясним царю его значение. Вот Данил рассказал про это страшное чудище, про этого идола. Идол — языческая статуя. Ты, о царь, величайший из царей, которому Бог Небесный даровал царство, могущество, силу и славу. И людей, где бы они ни жили, и зверей земных, и птиц небесных, всех он тебе подчинил. Поставил себя властелином надо всеми. Голова из золота — это ты. Ну, без некоторой листья цари такого уровня не слушают ничему. Можно было сказать, какой же ты царь-мерзавец, как же ты погряз в язычестве, какой ты тиран и деспот. Бог тебя накажет. В принципе, это и сказано. Но только не с этого начинает Даниил. Ведь голова из золота тоже покатилась, когда камень ударил. После тебя будет другое царство, менее сильное. Затем третье царство, медное, которое будет править всей землей. А четвертое царство будет прочным, как железо, ибо подобно железу, которое раскалывает, разбивает и сокрушает все. Оно разобьет и сокрушит все другие царства. Царство это окажется разделенным. Ведь ты видел, что стопы и пальцы ног были наполовину из гончарной глины, наполовину из железа. Но кое-что от твердости железа в нем будет, потому ты и видел, что железо было смешано с глиной. А поскольку пальцы ног частью железной и частью глининой, будет это царство отчасти прочным, отчасти хрупким. Вот на самом деле он говорит, ну ты-то царь золотой, замечательный. Другие будут поплошь и похуже, а в конце все будет совсем плохо. По сути дела, это ведь единая история мировых империй. Сколько будет потом споров? Да, в Вавилоне не это золотое царство, все понятно. Серебряный кто? Персы, наверное, да. Так, отлично. А медная-то какое? Это, наверное, империя греков и македонцев, которую Александр Македонский. Железная римская империя, отлично, они завоевали полмира, но они все время кололись между собой. И у них возникали всевозможные гражданские войны. Вот эта глина, смешанная с железом, прекрасно. А можно придумать, сколько потом еще было империй. Там византийская, какая-нибудь британская, СССР, США, империи новейшего времени. Но ведь конец везде один и тот же. Потом что-то их разрушает. Потом внутренняя слабость, прежде всего. Внутренняя слабость их разделения внутри себя. Это история вот этих могучих политических образований. Давайте даже не будем приклеивать ярлычки на золотую голову, на серебряную грудь. Это нетрудно сделать, я уже это сделал. Но можно приклеить другие, иногда по-другому все это истолковывают. А главное, что вот идея мощного всемирного государства, она ведет только к тому, что все рушится. Это колосс на глиняных ногах. То, что ты видел, железо с глиной, означает, люди породнятся друг с другом, но единым народом не станут, как железо не смешивается с глиной. Ну, то же, что в больших империях происходит. Но в одних тех царств Бог небесный воздвигнет свое царство, не сокрушит его вовеки. Никакому другому народу оно не достанется. Царство это будет стоять вечно, сокрушив и уничтожив все прочие. Камень, тот самый образ, который в Новом Завете будет обозначать Христа и его церковь, который катится с горы и рушит эти политические структуры. Но не в том смысле, что завоевывает весь мир, объявляет уже Христа императором какого-то супер уровня, а в том смысле, что отныне эта политическая сила ничего не значит. Она слаба перед вот этим камнем. Но Даниил не называет, что конкретно этим будет. Он называет это царство Бога, царство Божие, которое в Новом Завете будет проповедано. Как тот камень, что в сновидении твоем, отколовшись от горы, разбил в прах железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог показал царю, что случится в будущем. Сною этому следует верить и толкование его истинно. Тогда царь Новохадоносору простерся ниц перед Даниилом. Ничего себе! То есть величайший царь вселенной падает даже не на колени, а вот лицом на землю перед каким-то своим этим юношей толковым, а перед Богом, перед тем, кто вершит судьбами мира. Даниил всего лишь вестник. И поклонившись ему распределился о жертвоприношении и благовонном курении в его честь. Ну, то есть как бы он Даниилу приносит все эти жертвы и курения, но на самом деле понятно, что не совсем ему. И сказал царь Даниилу, воистину ваш Бог, Бог богов, повелитель царей, открывающий тайны, коль скоро ты смог эту тайну раскрыть. После этого царь возвысил Даниил и пожаловал ему множество ценных даров, назначил наместником всей области Вавилонской и старшим над Вавилонскими мудрецами. Но по просьбе Даниила царь доверил управление Вавилонии Шадраху Мишаху Эведнегу, а самого Даниила оставил на службе при дворе своем. То есть эти три юноши, которые с Даниилом изначально, они вот занимаются политической властью, административным управлением, это все понятно, это такая второстепенная задача. Даниил Вестник, Даниил посол Бога при Вавилонском дворе, собственно, его дальнейшая служба в этом и будет заключаться. Но если мы думаем, что эта служба легкоприятна и состоит исключительно в принятии почести в честь Бога и самого себя, то третья и последующая глава нас в этом разуверит. Продолжение следует...